Хотелось бы начать с болельщиков наших сегодня в будний день. И такое большое количество болельщиков пришло посмотреть на наш матч. Я думаю, такую аудиторию позавидует любой город. Мы им очень признательны, поддержка была грандиозная. И ждем всех болельщиков на следующий домашний матч против Ростова. Спасибо им огромное. То, что касается самого матча непосредственно, то мы естественно расстроены результатом, но мы видим динамику положительную. Ребята стараются играть в футбол, просто отбиваться и сохранять, скажем так, свои ворота на замке. Есть моменты, где нам что-то сегодня удалось в атакующих действиях, есть моменты, где мы недовольны, как мы оборонялись. В общем, много, большая пища для размышления, будем анализировать и стараться убрать все недочеты, которые были сегодня. Но сегодня я ребятам сказал, что если мы будем продолжать двигаться в этом направлении, то победы обязательно придут. Дмитрий Иванович, до начала замен игроков уже при счете 0-2 было очевидно, что факела проседала опорная зона, которую вы как-то потом пытались реанимировать этими заменами. Это первый вопрос. А второй по поводу отсутствия Хазыра Паева. С чем это связано? На первый вопрос я отвечу, что я бы не сказал, что опорная зона там критически проседала, были моменты, которые нас не устраивали, поэтому мы вносили корректировки. А Хазыра Паев, все хорошо, он готовится к следующему матчу. Есть еще вопрос? Как оцените перспективы команды Кубки России? Сейчас остаются буквально призрачные шансы даже на третье место. И вы все-таки не сдавитесь и продолжаете борьбу за плей-офф? Да, конечно, никто сдаваться не собирается. Есть матч, мы к нему будем готовиться и, ну что здесь в таких случаях сказать, конечно, мы будем рассчитывать на победу, независимо от того, где мы играем. Дома на выезде у нас, в принципе, других вариантов и нет. Дмитрий Анатольевич, можно сказать, что Спартак из грантов получается самый неудобный сейчас соперник. Все-таки с «Зенитом» удалось так мной козыри его лишить, а Спартак, вот уже третий матч, практически, ну, с первичным преимуществом выиграл. Вы думаете, сегодня с большим преимуществом «Факел» выиграл? Ой, это «Спартак» выиграл, да? Я не знаю, мне так со скамейки не показалось. Я думаю, что мы от матча к матчу растем. По факту, да, мы проиграли три игры «Спартаку», но я думаю, что эта игра, она была близко. Вот, мы оставались в игре до последнего. Я не знаю, там был спорный момент, но это не в моей компетенции. Возможно, мы чуть-чуть, нам не хватило времени, чтобы сравнять счет. Но я бы не сказал, что сегодня «Спартак» на голу у нас превосходил, была близкая игра, и мы также имели шансы не проиграть сегодняшний матч. Как оцените стычку в концовке встречи? Что там произошло с вашей позицией, как вы видели? Ну, там все просто. Мужчины собрались на поле, никто не хотел выступать в борьбе. Эмоции немножко ребят захлестнули. Ну, там не было ничего серьезного. Мы разговаривали там по ходу, скажем так, потасовки небольшой с игроками соперника, со своими игроками. Я думаю, что удалось быстро этот конфликт погасить. Единственное, что жалко, конечно, что мы потратили время на выяснение отношений, а нам бы хотелось, чтобы мы это время потратили в атаках чужих ворот. В принципе, я думаю, что последствий никаких не будет, ситуация под контролем. Можно еще? Наверняка видели ситуацию, когда поздоровили Хидотову Абаскальтерби. Теперь им грозит дисквалификация в 2004 матч. И вы, как тренер, считаете, правильно ли наказывать за эмоции, или все-таки нужно хотя бы сделать штраф в регламенте за такое? Ну, знаете, это как бы не моя история. Я, конечно, наслышан о том, что произошло. Поэтому мне тяжело судить. Я могу говорить о том, что касается меня и нашей команды. Ну, опять же, ну, просто нужно ли дисквалифицировать тренеров за эмоции? Не касательно это Федотов Абаскальт, пусть, или все-таки лучше ограничиться каким-то денежным штрафом, пусть и большим. Чтобы тренер оставался на следующем матче на скамейке. Я понял. Если говорить глобально, то, конечно, футбол это эмоции. И я думаю, что иногда эмоции нас приплёстывают. Я бы старался не выносить суровое наказание за эмоциональные какие-то поступки. Дмитрий Ильич, был эпизод конца второго тайма, когда Максимов. Иногда вы же вышли по 1-2 лет. Успели ли сликать не так не обсудить? Сможли ли бы это? Обсудить не успели, но момент хороший был. Можно было логически его завершать. Ребята это уже обсуждали. У нас завтра будет больше времени обсудить. Конечно, мы сделаем акцент на это, потому что моменты такие нужно всё-таки доводить, как минимум, до удара. Момент нам тоже понравился. Его начало, но завершение нас не устроило. Дмитрий Ильич, насколько довольны эти игроками, которые нечастливы в чемпионате? Сегодня я по персоналям не буду проходиться, потому что всё просто. Ребята, которые в последнее время не получали достаточно игрового времени, мы никогда в них не сомневались. Просто так ситуация складывалась. Вот сегодня они вышли и доказали, что они достойны быть в команде, достойны защищать цвета клуба. Я абсолютно всеми доволен. ПОДПИСЫВАЕТ Платня на дорогу, на дороге, на дороге, наша детская высшая дима!